Мандалы Комбализирующие дворец божества создают всякий раз, когда есть потребность восстановления окружающей среды. Сейчас в современном мире такая необходимость есть, считают буддийские монахи. Мандала призвана уменьшать напряжение и насилие в мире, избавить от стихийных бедствий и войн. Мы строим мандалу любви и сострадания всех буд. Ее построение поможет всем местным жителям и гостям обрести счастье, защитит от болезней и поможет в процветании. Построение мандалы – это сложный, длительный процесс. В случае монахи создают ее из разноцветного песка. На точно размеченную поверхность песок льют из специальных трубок. Чтобы он сыпался ровно, тонкой струйкой, с помощью трения создают вибрацию. Так песчинки просачиваются через тонкий конец. Это по-настоящему ювелирная работа занимает немало времени. Она не терпит суеты, а для того, чтобы случайно не сдуть бережно уложенные песчинки, монахи работают в повязках. Кстати, буддийские монахи в рамках Дни тибетской культуры приезжают в Сочи уже во второй раз. Это часть большого тура по российским городам. С каждым годом все больше и больше людей интересуются и увлекаются этой культурой. Потому что это благость, доброта. То есть любой человек может соприкоснуться, не обязательно обладать какими-то специальными знаниями или верой, чтобы соприкоснуться с данной культурой. Просто приходите и наблюдаете. Также в рамках Дни тибетской культуры гостей будут знакомить с традициями самобытного таинственного Тибета. В завершении же программы построенная песочная мандала, а ее будут создавать всю неделю, будет разрушена. Как напоминание, что в мире нет ничего постоянного.